Здравствуйте! Это программа Диалог. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня в центре внимания экологическая политика Гомельской области. Знакомьтесь с моей гостьей и присоединяйтесь к разговору. Знакомьтесь с моей гостьей и присоединяйтесь к разговору. Начинала с должности специалистом. Затем работала начальником отдела. А в 2012 году назначена заместителем председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Координирует работу по организации и осуществлению контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха, водных ресурсов и за обращением с отходами. Свои вопросы Ларисе Синило прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Лариса Михайловна, добрый день. Рад видеть в студии программу «Диалог». Александр, мне тоже очень приятно с вами общаться и хочется поприветствовать наших телезрителей. На неделе, 5 июня, в мире отмечается День охраны окружающей среды и День эколога. В вашем лице позвольте поздравить всех причастных, ваших коллег. И вот все-таки к информации из визитки, которую сейчас мы видели, в областном комитете природных ресурсов вы чуть более 25 лет. Это действительно значительный отрезок времени. Как пришли в эту сферу и за что сегодня больше всего любите свою профессию? Знаете, я бы сказала так, что это закономерная случайность, потому что всегда мне хотелось, чтобы моя профессия, моя работа была связана с общением с людьми и была возможность помогать им. Что касается того промежутка времени, в котором я работаю, это было очень интересно, потому что в принципе государство начало заниматься экологическими вопросами не так давно. Чуть более 30-40 лет и 25 лет вместе я со становлением системы развивалась как специалист. Это было интересно действительно. Ну а что касается Дня эколога, Александр, хочу сказать, что, к сожалению, пока у нас нет профессионального дня эколога, в отличие от России. Но я уверена, что это обязательно будет, потому что ряды экологов пополняются с каждым годом, особенно в том числе из-за неравнодушных граждан. Что ж, друзья, сегодня мы действительно еще детально поговорим об экологической политике в регионе. Но пока по традиции программы, прямо сейчас короткий обзор событий недели предстоящей. Эстафета огня «Пламя мира» вторых европейских игр продолжает зажигать сердца белорусов. Участники эстафеты уже преодолели большую часть пути. Путешествуя по самым знаковым местам нашей страны, огонь вторых европейских игр спешит к своей цели. Факелу на стадионе «Динамо», где засияет в день начала соревнований. Встреча огня в нашей области пройдет 5 июня в 16 часов 40 минут на площадке у Ледового дворца Гомеля. Факелоносцы посетят знаковые места города, передавая факел из рук в руки. Конечной точкой эстафеты огня «Пламя мира» на Гомельской земле станет Мозырь. День Швеции в Гомеле к Национальному дню Швеции состоится в среду, 5 июня, в Гомельской областной универсальной библиотеке. Обряд «Ваджение и похование стролы» в четверг пройдет в Ветковском районе. Музыка русской поэзии. Концерт народной артистки Беларуси Галины Павленок состоится 6 июня во Дворце культуры железнодорожников. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии – заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Лариса Синила. Лариса Михайловна, какое из событий предстоящей недели вам показалось наиболее интересным? Вы знаете, они все интересны по-своему, очень разнообразны. Но для нас, экологов, опять же, в преддверии 5 июня Всемирного дня окружающей среды, наверное, самый значимый, самый важный праздник на этой неделе – это 6-7 июня в городе Новогрудке, Гродненской области, состоится 15-й республиканский экологический форум. Александр, вы сами принимали участие в форум, когда мы проводили в городе Мозырь, видели, насколько это интересное, насыщенное событие, когда собираются единомышленники, профессионалы и общественники, просто граждане, которые общаются и находят точки соприкосновения и решения каких-то очень важных проблем. Самое главное – мы везем и делегацию представительную из Гомельской области, это и руководители предприятий, и простые экологи предприятий, это и территориальные органы Минприроды, и общественники. И отрадно то, что мы уже сегодня знаем, что будет отмечен ряд из наших предприятий. Так, допустим, почетная грамота министра природных ресурсов будет обречена Гомельскому химическому заводу за важный вклад в природоохранную деятельность. А Ткачев Валерий Иванович, директор спецкоммунтранса, известный вам, будет поощрен благодарностью министра, будет обречено ряд других поощрительных наград. В любом случае, я уверен, что в том числе те актуальные вопросы, которые сегодня обсудим здесь в рамках прямого эфира на «Беларусь-4», будут тоже затронуты на таком масштабном форуме. И, конечно, будем ждать решения, в том числе проблемных вопросов, которые имеют отношение и к Гомельской области. Вот, кстати, о действительно актуальном вопросе, который не первый месяц обсуждается как минимум в Гомеле. В середине прошлой недели Гомель обоев в тестовом режиме на несколько часов запустил линию по выпуску виниловых обоев. Об этом еще детально поговорим. А пока все-таки в качестве напоминания зрителей, в чем заключалась основная проблема? Основная проблема была в том, что в 2014 году предприятием была закуплена линия по производству виниловых обоев, однако предприятие не учло возможности того газочистного оборудования, которое у него было. – Какие действия предприняты уже сегодня руководством фабрики, дабы минимизировать проблему с запахом, неприятным запахом в той местности, где расположен завод, от производства? – Значит, было разработано новое проектное решение. К его созданию и реализации был подключен научный потенциал представителей Белорусского государственного университета транспорта. В настоящее время Белорусского технологического университета был предпринят ряд шагов, реализовано это решение. Но, однако, все-таки оно не дало того результата, который ожидается. Поэтому с 15 мая текущего года предприятие, в принципе, его деятельность приостановлена. – Деятельность сейчас сосредоточена над тем, как решить проблему для того, чтобы двигаться и развиваться. Что показала вот эта тестовая попытка запустить производство 29 мая? Это всего три часа. – Да, не более того. Этому предшествовала также определенная работа предприятия. Вы сами понимаете, иначе бы не было этого пробного пуска. Предприятие пошло по пути более экологичных красок при производстве обоев. Оно консультировалось с производителем оборудования. Из красок были полностью исключены растворители. Снова было доработано вот то техническое решение, которое предложили ученые. Но, к сожалению, пока эффекта не достигнута, как я сказала. И предприятиям остается все та же задача – построить, реализовать проектное решение по новой газоточной установке с учетом современных, лучших, доступных методов. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 340 043. Свои сообщения можно отправить и при помощи Viber. Номер инфолинии плюс 375 29 340 043 3. Мне подсказывают, есть уже первый звонок. Предлагаю выслушать Ларису Михайловну. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Ваш вопрос. Я звоню в городе Мозырь. Такой вопрос. Меня и многих жителей нашего города волнует такой вопрос. Река Припять очередной год подряд милеет, хотя зима в этом году была довольно-таки снежной. Хотелось бы услышать возможные причины этого явления. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Если можно, я сразу постараюсь ответить. Как реки Гомельской области, так и наши все республики, у них два источника для подпитки своего речного стока. Это дождевые осадки и снеговые осадки. Как мы знаем, последние годы были и не очень много снежные. А если выпадал хороший снежный покров, то он очень быстро таял. И, к сожалению, раньше, чем начинался паводковый период. То есть, если сейчас мы видим, что пошли дожди в ряде областей других. Брестская область, даже у нас в Житковичском районе, то поднялись малые реки, уровень воды в них, и даже определенная угроза подтопления появилась. И, в принципе, отмечается на Припяти. Не только что спады приостановлены, но идет определенный подъем. То есть, мы должны понимать, что эта тенденция носит природный характер. И она, в том числе, связана и с изменением климата. И все-таки это действительно актуальная экологическая проблема? Вот, в первую очередь, природа по каким направлениям страдает больше всего? Вы знаете, вообще, за основными реками наблюдения уже ведутся более ста лет. И, как показывает этот опыт многолетний, такие периоды спада и подъема, они всегда имели место. И природа, в принципе, адаптирована вот к таким вещам. Конечно, хотелось бы, чтобы потепление климата все-таки замедлило свои шаги. И, вы знаете, мировое сообщество предпринимает в этом направлении очень серьезные действия. Еще один, Лариса Михайловна, действительно не самый простой вопрос для региона в целом, и, может быть, даже в масштабах страны. Это пусконаладочная работа на Светлогорском ЦКГ. Да, ЦКГ, то, о чем говорят и в районе, то, о чем говорят и в области, знаю и эпидемиологи, и экологи мониторят ситуацию. Что здесь стало камнем преткновения? Знаете, чтобы объективно характеризовать, проанализировать ситуацию, надо отметить, что действительно предприятие оказалось сложной ситуацией. Вы прекрасно знаете, что китайские партнеры должны были сдать этот объект под ключ. Аналогичного объекта в Республике Беларусь нет. И вот сейчас они в одиночку, самостоятельно преодолевают этот очень сложный путь пусконаладки, настройки оборудования. К сожалению, это характеризуется очень нестабильной работой предприятий. Ведь, согласно той технологии, которая реализована в проекте, только при непрерывном стабильном работе будет производиться полный дожиг дурнопахнущих веществ. Поэтому здесь непростая ситуация. Не так давно на заводе, мы знаем, побывал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, который подчеркнул, что страна нуждается в этом производстве. Завод должен заработать на полную мощность уже к концу этого года. То есть мы понимаем, что действительно стране необходимы такие производства и предприятия. Это и новые рабочие места, и развитие регионов, и выручка валютная в том числе. И все-таки сейчас хотел бы более детально поговорить о такой дилемме, перед которой стоит, наверное, любое государство и любой регион, между экологической безопасностью и экономическим ростом. Что первостепенно должно быть у современного развивающегося государства? Безусловно. Вот именно, вы правильно сказали, эта дилемма имеет только одно разрешение. О том, что мы сегодня все больше с каждым годом, и большее число жителей наших озабочены состоянием окружающей среды. Но при этом мы не хотим отказаться от тех благ, которые имеем, от того благополучия, от того комфорта. Ведь оно получено только за счет очень высоких технологий, за интенсивное развитие производства. Ведь мы не хотим отказаться от автотранспорта. Но в то же время большинство из нас не может даже заняться сортировкой отходов. Вот на таком простом примере очень хочется сказать, что здесь вопрос в экологизации производства и экономики, и обязательно в экологическом образовании населения, о чем нам с вами, Александр, предстоит еще поработать. Однозначно. Вот все-таки говоря про экологическую безопасность, много примеров крупных производств на территории Гомельской области. Как там ведется работа по экологической составляющей? И это же ведь немалые средства и немалые инвестиции, в том числе и внутренние. Безусловно. Это очень объемное по вложению средств в мероприятие. Хотелось бы отметить, что вернуться к тому, что 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, и каждый год есть тематика этого праздника. Вот в этом году тематика охраны атмосферного воздуха. Видите, как мы в тему. И поэтому я вот примеры приведу на серьезные воздухоохранные значения мероприятия области. Так, например, очень крупное предприятие, наш переработчик стекла Гомель Стекло, производитель стекла, он реализовал серьезную реконструкцию проявл газоочистного оборудования на одной из своих печей по выплавке стекла. И эффект за весь 2018 год – это дало то, то, что 800 тонн загрязняющих веществ не поступило в атмосферный воздух. Согласитесь, что это очень значимо. У нас сегодня активно на предприятиях области внедряется такая современная, очень актуальная система автоматизированного контроля за выбросами, когда предприятие в дискретном режиме каждые 20 минут может получать информацию и о составе выбросов, и о его количестве. У нас уже такие автоматизированные системы контроля внедрены на 24 основных источниках 10 предприятий. Еще 10 АСК будут внедрены и в 2019 году. Но стоимость разработки и внедрения одного АСК – это 600-700 тысяч рублей. Согласитесь, что это серьезные средства, и предприятия готовы в них вкладывать. И самое главное, они окупаются с точки зрения того, что они реально ведут учет своих выбросов, они реально ведут ситуацию, они могут повлиять на нее. Вот тот самый пример, когда можно выстроить действительно баланс между и экологической составляющей, и экономическим ростом, как предприятий, так и городов в целом. Мне подсказывают, что накопились на нашей инфолинии Viber вопросы от зрителей, предлагаю на них ответить. Итак, первый вопрос. Живем в Советском районе. Можно ли гарантировать, что соседство с химзаводскими горами безопасно для человека? Кстати, про это предприятие вы уже начали говорить. Вы знаете, одно из предприятий, к которому очень серьезно относятся, руководство предприятия вкладывает средства в реализацию мероприятия. Но тем не менее, специфика его такова, что в результате производства таких востребованных удобрений у нас образуются отходы фосфогипса. В отвале фосфогипса в настоящее время уже накоплено более 25 миллионов тонн. И технологий пока, к сожалению, успешной для его использования пока не найдено. Но что касается воздействия на окружающую среду, то это постоянный системный контроль самого предприятия, экологов, санитаров и выбросы от источников, и на границе санитарно-защитной зодой. Что касается подземных, вот здесь вообще реализован очень интересный проект. Уже порядка 10 лет назад наш университет Скорыны подсказал предприятию, как сделать так, чтобы снизить нагрузку на подземные воды. Значит, откачиваются воды с поверхностного водоносного горизонта, которые наиболее загрязнены под воздействием фосфогипса. Предприятие несет затраты, но доводит их до нужного качества и использует вновь производство. И поэтому ситуация достаточно стабильна, и тенденции к ухудшению ситуации пока не прослеживаются. Здесь можно быть спокойным. Еще один вопрос. Готовимся к школьному выпускному. Дети планировали запустить в небо 100 гелевых шаров, но в школе не рекомендовали, ссылаясь на просьбу экологов. Вот интересно, объясните, почему интересуются родители из Речица? Я сначала подумал, что это вопрос не по адресу. Нет, вы знаете, что это действительно ярко и красиво, это празднично. Но, с другой стороны, Минприрода действительно обратила внимание на то, что это, наверное, не очень безопасно для окружающей среды, потому что, во-первых, он перемещается более чем на тысячу километров. Когда он лопается, он может принести, оказать вред и животному, и птице. А самое главное, что, опять же, попадая в окружающую среду, он очень долго разлагается, выделяя массу токсичных веществ. Поэтому я бы подумала все-таки, красиво или здорово. Красиво и здорово, но действительно есть повод задуматься. Тем более, что и время пока позволяет придумать альтернативу. Еще один вопрос в этом блоке. Гомель, улица Коростояновы и Народного ополчения. У меня из окна открывается вид на небольшое озеро. Если раньше удивлялись чайкам в городе, то этой весной у нас появилась белая цапля. Что не так с природой? Интересуется, Анна? Да, неожиданный вопрос. Я думаю, что с природой все так. А вот что касается белой цапли, вы знаете, ее популяция настолько прогрессирует и развивается, что, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2015 году ее вообще исключили из Красной книги. Поэтому сейчас это стабильная и нормальная ситуация, когда она на водоемах в городе Гомеля появляется. Для нее самое главное... В качестве городской птицы. В качестве городской птицы для нее очень важна кормовая база. Если она ее здесь нашла, то она здесь и приземлится. Что ж, друзья, ну а прямо сейчас короткий материал от моих коллег. Прямо сейчас еще одно направление для разговора. Поговорим о несанкционированных свалках. Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. Дачные кооперативы давно стали белорусской реальностью. Для кого-то эти грядки возможность вырастить несколько десятков килограммов экологически чистых ягод и овощей. Для кого-то место для отдыха с шашлыками. Однако в любом случае на участках всех членов садоводческих кооперативов образуются отходы, которые нужно куда-то вывозить. Разработать схему обращения с отходами, регулирующую порядок их сбора и хранения, плюс заключить договоры на вывоз мусора с коммунальными организациями. Одна из главных задач местного правления. Правда, часть кооперативов ее активно игнорируют. Всего в Гомельской области 818 садоводческих товариществ. И принимаемые областным комитетом меры, направленные на соблюдение требований законодательства обращения с отходами в садоводческих товариществах, позволили добиться того, что если на начало 2018 года отсутствовали данные схемы у 63 садоводческих товариществ, а договора отсутствовали у 70, то в настоящее время уже лишь у 22 садоводческих товариществ отсутствуют схемы и договора. Впрочем, даже заключение таких договоров не дает страховки от наличия экологических проблем. В одном из садоводческих кооперативов Гомельского района наша съемочная группа обнаруживает вроде бы официально оборудованное место для сбора отходов, возле которого находится не менее официальная табличка с предупреждением. За выброс в этом месте мусора предусмотрен штраф в размере 80 рублей. Кстати, решение о месте подобной свалки принимается на общем собрании членов кооператива. Причем соседям такого организованного места сбора мусора явно не позавидуешь, особенно в жаркие летние дни. Еще одна характерная ситуация – это заключение с коммунальниками договора на вывоз отходов всего один раз в месяц, причем обычно в рабочие дни. Членам садоводческих товариществ объясняют – так дешевле. Финансовой проблемы в этом нет. Стоимость услуги не зависит от того, в какой день осуществляется вывоз отходов. Она регулируется тарифом, утвержденным Гомельским обл. исполкомом. Вместе с тем, конечно, такая проблема существует, потому что большинство членов садоводческих товариществ, отдыхающих, посещают свои дачные домики в выходные дни. Однако, возможности предприятия не безграничны, и, соответственно, в порядке живой очереди существует график, который в том числе попадает и на будние дни. Рейды по выявлению мест несанкционированных свалок около дачных кооперативов экологи проводят постоянно и всегда находят нарушения. На расстоянии всего в 3 километра наша съемочная группа фиксирует несколько случаев выброса мусора. На остановке автобусного транспорта в лучшем случае. Если упаковки не повредят бездомные собаки или содержимое пакетов по округе не разнесет ветер, отходы уберут дорожники. Пока же экологи фотографируют и внимательно изучают место еще одной такой свалки. Не исключено, что по оставленным в пакетах документам, вроде квитанции или адресе на газете, удастся установить нарушителя. Хотя такие улики дачники все-таки предпочитают сжигать. В отличие от других отходов, щедро выбрасываем их в окрестные леса. Найти здесь можно все, от пришедшей в негодность одежды до изношенных автомобильных покрышек. Так как эта местность находится за территорией садоводческого кооператива, наводить порядок придется лесникам, у которых и своих дел хватает. Вообще официальная статистика не разделяет, где образовалась свалка вблизи дачи или деревень. Однако, если судить по увиденному, на долю садоводческих товариществ можно отнести львиную долю нарушений природно-охранного законодательства. Только за первый квартал текущего года в результате контрольных мероприятий выявлено более 700 несанкционированных свалок. Как правило, они выявляются на территориях прилегающих к садоводческих товариществам и на окраинах населенных пунктов. За данные нарушения было составлено более 100 протоколов на виновных лиц. С целью устранения данных нарушений было направлено более 500 предписаний и рекомендаций информационных писем. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии заместителя председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Лариса Сенила. Лариса Михайловна, ваши короткие комментарии. В чем видите первопричину появления несанкционированных свалок? Вы знаете, первопричина в двух аспектах, я вижу. Это все-таки наша недостаточная сознательность и образованность граждан. И вторая причина – все-таки недостаточно развитая система ЖКХ, материально-техническая база. Если мы более в широком масштабе посмотрим, то у нас сегодня сельские населенные пункты не охвачены контейнерным сбором. Ну а вот психологические аспекты, которые показывают, почему-то людям не хочется. Вот он же взял бы, разложил эти отходы у себя во дворе или перед крыльцом, но он же этого не делает. Он ищет укромное место и надеется на какую-то, извините, можно я не... цензурное слово, я скажу, халява, да, что кто-то за него уберет, или он бросит на остановку. Зачем тогда это вывозить в лес? Вот мы видим, как много таких точечных микросвалок образуется. Это же тоже усилие, вывести те же шины за город. Безусловно, но часть людей, к сожалению, уверена, что это обязанность государства, а не их. Найти в лесу и обезвредить. Понимаете, к сожалению. Очень странная философия, но все-таки вот как решать проблему? Понятно, что работать и с экологическим просвещением, и работать на самосознание каждого человека. А вот штрафные санкции, они... Что показывает практика? Насколько они помогают эффективно решить проблему? В наше время это все-таки вынужденная, но очень важная воспитательная мера, принудительная мера, без которой, к сожалению, не обходится. Я приведу только цифры такие. За прошлый год, за несанкционированные свалки, в том числе и на территории, прилегающей к садоводческим товариществам, к административной ответственности было привлечено 460 виновных лиц. А за пять месяцев этого года уже 203. При этом штрафы немалые. 10 базовых величин. Средняя сумма одного штрафа. Но увидите, к сожалению... Примеров не меньше, к сожалению. К сожалению, да. Мы не можем себе констатировать, что и свалок, вот динамика ее выявления таких фактов, она уменьшается с каждым годом. Пока, к сожалению, нет. Еще очень полезная статистика в тему разговора у меня имеется. Только за 2018 год в Гомеле образовалось около 170 тысяч тонн отходов потребления. Для зрителей, наверное, все-таки поясним отходы потребления, если правильно я понимаю, это все то, что каждый из нас выбрасывает мусорные контейнеры, которые расположены, к примеру, в дворовых территориях. Все, что образуется в жизни и деятельности населения. Если говорить про Гомельскую область, то за тот же 2018 год было образовано порядка 600 тысяч тонн отходов потребления. Тысячи каждый год, и это все-таки огромные цифры, миллионы тонн и целые небоскребы мусора под Гомелем действительно актуальны, действительно проблемны. Да, я так понимаю, что вы под Гомелем. И не только у нас. Под Гомелем, и не только под Гомелем. Вы, наверное, имеете в виду, прежде всего, полигон по Реческому шоссе. Я хочу сказать, что он один из старожилов нашей республики Беларусь. Он уже функционирует 51 год. Думайте, сколько там накоплено отходов. Хотя уже достаточно продолжительное время имеются определенные ограничения по поступлению туда отходов. То есть туда поступают только отходы, которые образовались после сортировки. На сортировочные станции, как так называемые хвосты, и отходы от бюджетных организаций. Чтобы наши телезрители понимали, все отходы от организации предприятий города Гомеля, от такого второго промышленного крупного центра в Республике Беларусь, они поступают на полигон нетоксичных промышленных отходов, которые находятся за 50 километров от Гомеля в населенном пункте Борьба. Это отселенная зона Ветковского района. Это полигон принадлежит спецкоммунтрансу, и основной объем отходов от организации предприятий туда поступает. Использовать вторично область может пока порядка 25% собранных отходов. Это много или мало? Вы знаете, действительно, и много, и мало. В масштабах страна знает, что опыт вроде и неплохой. Да, положительный. Да, я бы даже сказала, по итогам, уточню у вас данные, по итогам 2018 года 28% в среднем по области процент использования отходов от объема их образования. В 2017 году это было еще всего 17%. А по итогам 2018 года в среднем по республике это было чуть более 20%. То есть да, мы идем чуть впереди, но это же, сами понимаете, это совершенно недостаточно. В настоящее время разработана стратегия развития обращения с коммунальным отходом Республики Беларусь до 2035 года, в которой поставлена задача в 1935 году 50% переработать, использовать отходов. Но сегодня уже есть опыт европейских стран, которые используют 80 и 90%. В том числе и за счет мусоросжигательных заводов, потому что сжигается не просто мусор, а получается энергия, тепло, которое используется дальше. Вообще работа с отходами это действительно актуальная тема. И это не только актуальность связана с экологической безопасностью. Тут все-таки нужно говорить еще и про сырьевой голод предприятий, которые вынуждены закупать вторресурсы за рубежом. Да, это имеет быть такой факт. Хотелось бы привести буквально несколько примеров востребованных отходов, которые являются сырьем для наших перерабатывающих предприятий, та же макулатура. У нас с вами в области два предприятия, Светлогорский ЦКК и Добружская бумажная фабрика «Герои труда». Допустим, за прошлый год они переработали макулатурой, той, которую мы собрали, 77 тысяч тонн, а потребность у них 150 тысяч тонн. Другой пример. Белорусский металлургический завод. Их потребность годовая в металлоломе составляет 3 миллиона тонн. А Гомельская область в прошлом году собрала только 340 тысяч тонн. Поэтому, допустим, та же по металлолому задача поднята сегодня на государственный уровень. В каждом районе создана комиссия, которая привлекает все заинтересованные службы, организации и пытается максимально найти, вовлечь в оборот этот металлолом и так далее. Опять же, у нас в области три стекольных завода, в которых востребованы отходы стекла. Так что... Лаисия Михайловна, мне подсказывают, есть звонок от зрителя. Предлагаю выслушать. Добрый день. Здравствуйте. Вы в эфире. Вы нас слышите? Да, добрый день или вечер. Александр Владимирович, меня зовут. Вы знаете, что у меня такой вопрос будет к вам. Прошу ответить. Касается садовых товариществ. Если утилизации подлежат не твердые бытовые отходы, а отходы растительности, ветви, ботва, плоды, ну и так далее, которые подлежат разложению, можно ли их утилизировать путем? Выкопал ямку в лесополосе где-нибудь, закопал аккуратненько, заровнял и так далее. Спасибо большое. Ну, пожалуйста, делайте это на своем садовом участке. Это называется компостирование. Вы, получается, будете, так сказать, в этом случае заниматься органическим земледелием и так далее. Потому что, ну, сложно комментировать, не видя и не понимая то, что вы собираетесь там закапывать. Спасибо большое, Лариса Михайловна. У нас остается 10 минут в эфире. Огромное количество вопросов у меня. Мне подсказывают, есть вопросы и на инфолинии Вайбер. Постараемся буквально коротко, просто чтобы не упустить, как минимум, главное. Директива номер 7 президента, подписанная весной 2019-го, подразумевает поэтапный уход от ПЭД-бутылки и переход к стеклянной и бумажной таре. Как по-вашему, вот это все-таки еще один шаг к той самой зеленой экономике и к большей заботе об экологии человеке? Безусловно. Вы знаете, вот последние годы приводится очень много интересных фактов, и ученые продолжают изучать, сколько же разлагается в природе ПЭД-бутылка. Если нас еще не так давно учили, что это 100 лет, сейчас уже речь идет о том, что это в 2, а то и в 3 раза больше. То есть представьте, какая нагрузка на окружающую среду. Она значительна. Я хочу сказать, отметить, что у нас и полиэтиленовые пакеты, как упаковка, очень востребованы сейчас, очень распространены. И отметить положительные стороны, что наши сетевые магазины, очень многие стали предлагать взамен полиэтиленовой упаковки, пакетов так называемых, бумажные. Но, к сожалению, пока они не выигрывают по цене. Они немножко дороже, и население пока, к сожалению, не брает пользу. Следующий шаг – введение залоговой стоимости тары. Это тоже поможет немножко компенсировать населению траты на, к примеру, стеклянную тару. Да, это важный аспект. То есть человек компенсирует свои затраты, он будет сдавать эту посуду в специальные банкоматы, матоматы называется, и получать компенсацию за это. Но самое главное, что таким образом, как показывает практика опять же европейских стран, удается вернуть в оборот где-то порядка 80-90% этой тары. Но у меня, Александр, кто-то встречает этот вопрос. Вот вы и ваши домашние, они сегодня готовы к тому, что сумки потяжелеют когда-нибудь выходить из магазина, потому что все будет в стеклянной таре? Надо подумать, как минимум много сервисов, которые доставляют продукты, не будем рекламировать. Я к чему подвожу, что здесь, понимаете, здесь тоже вопрос самодисциплины. И вот осознание того, ведь это не один раз, а не два раза. То есть ты должен принести и ты должен занести. Вот это должно быть осознанно, серьезно и системно. Поэтому нам очень много вместе с вами предстоит и проводить над нами, и подсказывать нашим телезрителям, как на что жить. Это еще один шаг Беларуси к зеленой экономике. Вот буквально коротко, чтобы было понятно, есть ли конкретные примеры в нашей стране, в Гомельской области в первую очередь, где действительно хорошо работаем, и есть экономический эффект, и экологическая составляющая, тот самый баланс все-таки соблюден? Безусловно. У нас очень интересно развиваются объекты, фотоэлектрические станции, солнечные батареи и так далее. Интересный пример того, что только за 18-й год Беларусьнефть организовала и ввела в действие пять зарядных станций для электромобилей. Это тоже наше будущее, это очень важный шаг в зеленой экономике. Даже вот два троллейбуса, которые ездят по Гомелю с определенным зарядом, который позволяет им проезжать где-то 15-20 километров, но это же здорово, хотелось бы, чтобы этого побольше было, и примеров таких очень много. Итак, от зеленой экономики к зеленому туризму. Как думаете, что это такое? Прямо сейчас об этом предложили порассуждать жителям Гомельской области в нашей традиционной рубрике «Есть мнение». Возьмите наш только парк. Парк даже какой у нас шикарный. В Советском Союзе он был второй в СССР после Киевского. Там одних деревьев сколько разновидностей. Замечательно. Я очень люблю в парке гулять, когда приезжаю. В сторону Днепра, вот там вот, вот туда, на Репареческой трассе, в сторону Днепра. А что там красиво? Природа. Сама природа. Житковичский район или Петриковский, именно на Припять. Вот там красивые места. Река, озера. Ну, я думаю, везде красивые. Парки, скверы, зелень много, красиво везде. Парк в ближайшем Паскевича и Руменцевых центре. Набережная очень красивая. То есть это стоит того, чтобы посмотреть не только гомельчанам, но и, ну я не знаю, гостям нашего города. А не в городе, за пределами города? За пределами города? Гомельской области. Ну, так как мой родной город это Речица, то я, в общем-то, восхищена. Там тоже красивый парк. По-моему, он называется парк Победы. Вот, где еще? Мозыря была. Тоже очень такой красивый, своеобразный город. И там тоже есть места красивые. Можно на деревне поехать, посмотреть. Там тоже. Я был тоже один раз на деревне. Там очень хорошие люди. Там покажут нам всегда, как, ну, как, ну, так сказать, как быт, и как, ну, всякие блюда красивые, вкусные. Ну, везде, куда ни глянь, все, кто приезжает, все восхищаются красотой. Ну, наверное, куда-нибудь в агроусадьбу. Сейчас их очень много, и, ну, на природу. В любом случае, на природу. Куда-нибудь на СОЖ, или, может быть, даже дальше. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Лариса Михайловна, буквально короткий комментарий в тему мнений жителей Гомельской области. Зеленый туризм. Все ли верно, я понимаю? Это для тех, кто все-таки устал от пресловутого «все включено» и отправился в поисках единения с природой, к примеру, в заказниках Гомельской области. Они могут уже сегодня работать с туристами? Безусловно. Ну, про национальный парк Припятский я говорить не буду. Тут все понятно. Это, в общем, все понятно. Жемчужина наша. Есть еще три государственных природоохранных учреждения, основанных на трех республиканских заказниках. Выдрится, Днепросожский и Смычок. Это Светлогорский, Жлобинский, Речицкий район. То есть, самая изюминка там, где междуречие и красота неописуемая, да, там созданы уже определенные условия, гостевые домики, причалы, выдаются на прокат лодки, какие-то туристические принадлежности. Самое главное, что там же разработаны и экологические тропы, то, что самое интересное, там, где можно ознакомиться, именно с изюминкой и особенностью этих природных лесов. Лариса Михайловна, встаю теперь я, нахожусь перед дилеммой, свои вопросы задать, которых тоже много, очень много актуальных направлений еще хотелось бы затронуть, либо все-таки вопросы зрителей. Ну, наверное, вопросы зрителей, да. правильный и корректнее будет все-таки обратиться к инфолинии Вайбер. Не на все, наверное, успеем дать ответы, буквально тезисно, прямо сейчас. На что успеем, все остальное, я думаю, что ваши специалисты постараются в ближайший день-два связаться с каждым, кто обратился сегодня в рамках эфира и дать ответ на вопрос. Итак, у нас из крана вода серьезно отдает железом. В том же Гомеле у родственников такой проблемы нет. Когда ее решат у нас в Светлогорском районе? Буквально тезисно, все, что касается питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, вы, безусловно, в порядке можете обратиться в санитарные органы эпидемиологические. Они ведут на контроль качества питьевой воды. На сайте у них можно разместиться, можно позвонить и в любом городе вам расскажут. Но мы понимаем, проблема есть. То есть дело за строительством в таких городах... Станция обезжелезивания, но я просто не готова сказать по Светлогорску, немножко не наша тема, но тем не менее, я хочу довести еще раз, что население все на свои вопросы может найти ответы. Еще тема касается воды. Всегда хотелось спросить про воду. Сейчас модно ее много пить, но важно только с умом это делать. Правда ли, что у нас из крана течет артезианская вода? Что скажете о ее качестве? Ирина Петровна. Ну, наверное, Ирина Петровна жительница Гомеля? Вы знаете, не только Гомеля. Там, где у нас централизованное водоснабжение, оно действительно все у нас с артезианских сложен, причем есть очень глубокие до 400 метров, и качественное питьевое водоснабжение Гомельская область в этом плане не обделена. Можно пить без ограничений. Ну, и опять же, если что-то есть сомнения, перезвоните санитарной службе, они думают, что рассеют их все обязательно. Еще один вопрос от зрителя Беларусь4. Куда уходят сточные воды? Все то, что мы смываем в канализацию, неужели это безопасно для природы? Конечно, для человека. Безусловно, все сточные воды собираются специальными сетями, отводятся на чистные сооружения. И у нас в области достаточно, и все выпуска сточных вод в окружающую среду, то есть в водные объекты, они обязательно проходят очистку на чистных сооружениях различных видов. Очистные сооружения не работают, они контролируются перед сбросом эти сточные воды, как самим предприятиям, так и экологическими службами. Хотя и здесь, наверное, Гомелю есть над чем работать. У нас поверхность к сожалению не очищается. Это очень проблема, да. К сожалению, очистных сооружений поверхности вот этого дождевого, да, он, к сожалению, даже и в Гомеле решен только-только, чуть-чуть. Еще один вопрос, если успеем. Что происходит с крупногабаритными отходами, телевизорами, холодильниками, диванами? Их тоже свозят на свалку в направлении Речица? Нет, это совершенно не так. Давно государство озаботилось тем, что там масса вторичных материальных ресурсов, которые должны быть вовлечены в хозяйственный оборот. Поэтому, значит, во-первых, сейчас созданы контейнерные площадки, куда можно поставить. Во-вторых, у нас есть очень хорошая организация Белорусская БЛВТИ, которая, вы знаете, рекламирует и представляет себе услуги населению по вывозу этой техники в спецкомутрансе в сортировочном механическом заводе. А далее она все разбирается, сортируется по различным видам вторичных материальных ресурсов и вовлекается, используется на предприятиях переработчиков. И надо сделать, наверное, пометку, очень важную, как и в любом направлении, про которое сегодня говорили, наиболее эффективно это будет происходить при заинтересованности человека. Безусловно. Лариса Михайловна, совершенно не все вопросы успели сегодня затронуть. Я думаю, что нужно нам будет встретиться в эфире еще раз, для того, чтобы пройтись более детально по всем направлениям. Спасибо за открытость, за ответы на вопросы. Ну а я же напомню, что сегодня гостьей программы «Диалог» была заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Лариса Сенила. Спасибо за активность и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин